Итак, уважаемые, очередное видео. Это, опять же, интересные, очень интересные статьи с прошедших номеров журнала, которые, я думаю, вам очень понравятся, обмен опытом. Некоторые люди рассказывают, здесь очень интересные статьи. Значит, первая статья будет называться так. Матки, не откладывающие трутневых яиц. Написал город Есентуки, Горбачев. В.К. Горбачев. Ну, это не бывший Горбачев, который у нас был, а это, видать, родственник. Он пчеловод, поэтому очень интересная статья. То есть матка не кладет трутневых яиц. Ну, какой бы пчеловод не захотел таких маток иметь. Ну, вот мы посмотрим, что он тут описывает, насколько это верно. Посмотрим и послушаем. Матку, не сеющую трутневых яиц, я обнаружил впервые на своей пасеке 14 июля 1952 года, в семье номер 12. Срезая трутневый расплод в этой семье, я заметил, что под срезанными крышечками трутневых ячеек, которые занимали значительный участок внизу соток, были куколки рабочих пчел. Интересно, правда, друзья? В трутневых ячейках рабочие пчелы. Я уже как-то читал одну статью такую. Ну, вот это другая статья и совершенно другой человек. Трутневые ячейки здесь, в отличие от обычных, были запечатаны на одном уровне с пчелиными. То есть, и по этой особенности их печатки можно было установить, что и на других сотах гнезда расплод трутневых ячейков был пчелинным. Кроме того, в семье отсутствовали взрослые трутни. Я не мог заняться сразу этой семьей и отложил изучение ее до следующего года. В 1953 году, я расширяя с весны гнезда, я подбирал для семьи номер 12 соты с наибольшим количеством трутневых ячеек. То есть, ставил трутневые соты. А в трутневых сотах, запечатанных на одном уровне с пчелинами, всегда имелся пчелиный расплод. Но встречались единичные ячейки, возвышающие над пчелиным расплодом. В таких ячейках выводились трутни. В семье можно было найти 2-3 взрослых трутня. То есть, все-таки эта матка немножко пропускала и иногда проскакивали трутни. Матке этой семье рождение 3 июля 1950 года исполнилось 3 года. И она заметно снизила яйцекладку. Я хотел получить от нее потомство маток, не сеющих трутней. И для этого 7 июля подсадил ее в семью номер 6 в замену трутневейшей матки. От безматочная семья номер 12 в течение ближайших дней заложило множество маточников, из которых большинство было очень плохими. Такие маточники я срывал. Семья была не в состоянии вывести хороших маток. И мне казалось, что результаты были лучше, если передать личинки другой семье воспитательницы. Матки, выходившие из оставленных маточников, также были не все хорошими. Пчелы покусывали их, гоняли по сотам. И они вначале принятые пчелами впоследствии исчезали. Таким образом, от семьи номер 12 в 1953 году было получено всего 4 матки дочери, которых я подсадил в семьи номер 4, 5, 11 и 12. Причем, матка семьи номер 11 вышла в порядке тихой смены в семье номер 6. Это в ту семью, куда он подсадил, я так понимаю. Да, это в ту семью, куда он отставил эту основную матку. Там они ее заменили, вот, и вышла матка тихой смены в семье номер 6, в которой была подсажена старая матка из номера 12. В 1954 году семья номер 6 пришла в состояние тихой смены. На этот раз сменили матку 20 июня. То есть, она в 1953 сменили матку, сделали тихой смены. И в 1954 тоже эта же семья опять сменила, где была эта матка, которая не села труднее. Из другого маточника, переданного в отводок номер 2, 25 июня того же года вышла вторая дочка. Из всего полученного потомства только матка семьи номер 11, рождение 1953 года, унаследовала свойства матери. То есть, выводила в трудневых ячейках рабочих пчел. В том же сезоне, 1954 года, выявилась еще семья номер 14. Матка, которая клала в трудневых ячейках яйца рабочих пчел. Она происходила от сестры матки семьи номер 12. То есть, эти были две сестры похожие и в них оказались одинакового качества засел. Которая сама первая была матка и вторая. Из ряда маток дочери и внучек, имеющих одну родословную, всего лишь две матки не откладывали трудневые яйца. Можно полагать, что это свойство является врожденным и передается по наследству. Но наследуется не всем потомством. Если бы путем селекционной работы удалось закрепить эту особенность маток за всем потомством, то это могло быть большое практическое значение для пчеловодства. Такие матки освободили бы пчеловода от значительного труда по борьбе с труднями. Уменьшили бы процент выбраковки суши и тем самым увеличили сотообеспеченность пасек. Сделали бы возможным переход на искусственную ващину с укропненной ячейкой. Что привело бы к укропнению пчел и повышению их продуктивности. Появление маток, не сеющих трудневых яиц в весентуках не первый случай. Лет 15 назад у пчеловода Шейна, известного мастера искусственной ващины, были такие матки. Шейн снабжал ими некоторых пчеловодов. Вскоре, однако, стало известно, что эти матки у него перевелись. У двух пчеловодов, умевших такие матки, последние, по их словам, ничем не отличались от нормальных. Несомненно, что такие матки имеются здесь ни на одной пасеке. Выявить их племенные в целях благодарна задача и свинтукских и других пчеловодов. Институт пчеловодства также должен обратить внимание на сообщаемые мной факты и организовать изучение поднятого вопроса. Это вот такая вот статейка была в 1955 году в журнале номер 6. Кто интересуется, может поднять, посмотреть. Также еще одна интересная новость. Это очень интересная новость была. И это тоже неплохая новость здесь. Значит, как некоторые пчеловоды боятся объединять пчел. То есть, если надо подселить, то не струсивают пчел и ставят просто расплод. Потому что пчелы иногда бьются. У меня пчелы не бьются. Я скажу секрет. И здесь тоже интересный секрет. Почему очень это важно знать всем начинающим и не начинающим пчеловодам, что как подсилить семью с расплодом и с пчелами, чтобы пчелы не побили друг друга. Вначале я тоже у меня бились пчелы. Я не мог понять, в чем же вопрос заключается. Но сначала прочитаю статью. Тут делится один человек. Это 1955 год. Журнал номер 12. Объединение пчелиных семей летом. Или такое безболезненное. Или составление отводков. Или добавка, как говорится, расплода с пчелами. В чем причина, почему пчелы не бьются. Как это можно сделать. Есть разные направления. Но человек делится одним из направлений. В своей практике пчеловоды нередко прибегают к усилению той или иной семьи за счет пчел или расплода. Как я уже говорил. Известно, что при соединении пчел из разных семей без необходимых предосторожности пчелы хозяева часто убивают добавленных пчел. Это объясняется тем, что пчелы каждой семьи имеют свой особый запах. Поэтому в литературе рекомендуется соединяемых пчел предварительно опрыскивать сиропом, имеющий какой-либо посторонний запах. Этим способом предотвращаются драки пчел соединяемых семей. Это то, что рекомендуют в литературе. Однажды поймав три роя, я решил сделать из них две семьи. Один рой оказался без матки. В первую раевню я добавил пчел из безматочного роя, не нарушив покоя пчел. Перед посадкой пчел во вторую раевню, пчел хозяев я предварительно стряхнул на дно, чем вызвал их сильное беспокойство. Ну, естественно, а потом второй рой струсил туда. Вечером при посадке пчел в улей я обнаружил, что в первой раевне все добавленные пчелы были убиты. То есть он спокойно их подставил, и пчелы, имея разный запах, друг друга, ну, так сказать, кто кого сильнее, перебили. Следующее. Все добавленные пчелы были убиты, а во второй ни одной погибшей пчелы не оказалось. Там, где он струсил пчел хозяев, и потом еще другой рой струсил, пчелы не погибли. Это очень важно знать всем пчеловодам, которые будут иметь раи, и раи бывают маленькие, большие. Если вам маленькие раи приходится объединить, чтобы был побольше взяток, быстрое развитие семьи. Бывает это в разные периоды года, и бывает, что их надо объединить, потому что это дело близко к осени, и семья не успеет набрать силу. Вскоре пришлось соединить еще две слабые семьи, при этом я использовал тот же опыт, вызвав искусственно сильное беспокойство. Обратили внимание, с чем отличается это? То есть струсивал, и тех, и тех струсил до кучи, и они пока там разбирались, им невозможно было. Стряхнул пчел с двух гнездовых рамок внутрь улей, а сразу же добавил в улей чужих пчел. Результат оказался блестящий. Ни одна пчела из числа подсаженных не была убита. Итак, берите на вооружение, друзья. Сейчас доканчиваю. Я пришел к заключению, что при нарушении покоя пчел в улей, описанным мною способом, они легко смешатся с пчелами из других семей. При этом соединяемыми пчелами не возникают драки. Такой способ соединения в подсиливании семей я применяю свыше двух десятков лет. И у меня не было ни одного случая гибели подсаживаемых пчел. Что я скажу насчет этого способа, друзья? Этот способ хороший и работает, но я немножко взял по-другому. Это более улучшенный способ. Но скажу, в чем же все-таки причина? Да, запах. Запах это основная причина. Запах быстрее улетучивается, когда повышенная температура. Я лично объединяю и делаю сборные отводки и семьи. Когда кормлю сахарным сиропом, у них один запах у всех семьях. Плюс в средине дня, когда температура выше 25 градусов по Цельсию. При такой температуре пчелы объединяются легко. И плюс в средине дня много летной пчелы улетает. И в основном молодая пчела остается. Поэтому в таких случаях составлять, соединять те рамки с расплодом, на которых сидят нелетная пчела, молодая, очень удобно. Но у меня практически проблем нету за последние 9 лет, так сказать. Значит, отмечаю. При повышении температуры улетучивается запах. Когда этот человек струсивал рамки, то пчелы, естественно, всегда повышают температуру внутри. Улья, даже вот сейчас осенью я на днях смотрел, сегодня 17 октября, смотрел семьи некоторые. У нас температура около 18 градусов по Цельсию была. Мне надо было убрать разделительные решетки. И смотрел, что пчелы такие, знаете, квеллы ползают. Ну, если случайно она упала на землю, а чтобы ей полететь, она повышает температуру. То есть пчелы при струсивании, они имеют возможность повышать температуру. Даже был я в гостях у одного человека несколько лет назад. Он мне открыл улик, и случайно с крышки упали пчелы. Утром был заморозок. И они упали прямо на снег. Ну, думаю, пропали пчелы. Через час мы вернулись, солнышко пригрело, эти пчелы поднялись и полетели. Почему? Они немножко были охлажденных, когда сидели в уле, до 14 градусов. Но когда им надо полететь, или, как говорится, они взбудоражены, они повыдымают температуру тела. Итак, друзья, повышение температуры уничтожает запах, и семьи быстро объединяются. Обратили внимание. То есть, или вы струсиваете пчел одну на другую рамки, и все. И они быстро объединяются, при этом никаких проблем не будет. Итак, друзья, это вторая статья вам. Ну, и еще одна очень интересная статья, друзья. Пожалуйста, навострите ваше ухо и будьте внимательны. Эта статья называется, она небольшая, о многократном спаривании пчелиных маток. В журнале архив пчеловодства, это, по-видимому, 55-й год, номер один, это архив Fire Big Country. По-видимому, это немецкий журнал. Ну, тут перевод статьи. Остров был совершенно свободен от пчел, что устраняло возможность бесконтрольного спаривания. Сюда привезли 140 неплодных маток и трутней, трех раз кипрской, краинской и обыкновенной. В период спаривания возможность сразу, возможность вылета предоставлялась не всем трутням сразу, а поочередно. В один день вылетали трутни одной породы, в другой день трутни другой породы. Благодаря этому можно было установить, какими трутнями и сколько раз осеменялась каждая матка. А по исследованию ее потомство видеть, как отразилась в нем наследственность тех или иных трутней. Об осеменении маток судили по наличию у них знаков оплодотворения при возвращении из полета. Уточняю, это такой шлейф тянется за маткой, как, ну, если сказать, можно сравнить, шлейф тянется за, когда невеста идет. Так вот, за ней такая ниточка, полосочка тянется, и сразу видно, что матка оплодотворилась. В результате этих наблюдений установлено, что большинство маток осеменялось дважды, некоторые три раза в день. А одна даже пять раз в день. Промежутки между двумя спаривания одной матки достигали до 24 дней. То есть матка могла оплодотвориться, а потом еще раз захотелось ей полететь 24 день. Повторно, ну, спаривание наблюдалось только у маток, не приступивших к кладке яиц. Поэтому вы не удивляйтесь, если в вашей семье вы заметили, что молодая матка, уже давно, так сказать, время прошло ей 15 дней, 20 дней прошло, а она все не кладет яйца. Вы не удивляйтесь этому. Она может даже на 24 день от роду оплодотвориться или второй раз, или третий, или четвертый раз, пока не начнет класть яйца. Как только она начала класть яйца, она уже не вылетает. Читаем дальше. Матки уже, так, повторное спаривание наблюдалось только у маток, не приступивших к кладке яиц. Начав кладку, матки уже не вылетали из улев. Все двукратные спаривания оказались действенными, то есть настоящими, качественными. Матки, осемененные двумя разными труднями, давали различные по своим признакам потомства. Итак, друзья, хочу добавить небольшую информацию. Кто смотрит канал Егошина, пчеловода, у него там есть, как регулировать вылет трудней. Он рассказывает очень интересный рассказ. Если вы знаете канал Егошина, пчеловода, который продают, можете посмотреть. Я смотрел, очень полезно. Кто хочет регулировать вылет трудней, он где-то после вечера регулирует вылет трудней, чтобы у него качественное было оплодотворение маток. Как вот и здесь написано, регулировка трудней была через день, а у него ниже. То есть, в основном трудни летают где-то с обеда до 3-5 часов вечера. Где-то в этом промежутке. А у него трудни вылетают с 6 часов вечера, он их выпускает и спаривается уже с гарантией матки именно его труднями качественными. Итак, удачи вам! До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видео. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok